Привет всем! Это четвертая часть из цикла по боевой системе в Готике 2. И сегодня мы начнем разбор с падальщика. Падальщик это такая бескрылая птица, но она очень медленная. И научиться с ней драться легко. Делаем просто выпады со срывом анимации вперед. И все. И она ничего не сможет сделать. Предлагаю еще такую тактику. Делаем серию атак, срываем анимацию и снова серию атак. И так можно повторять до тех пор, пока вы не отбросите падальщика достаточно далеко. После этого делаем просто отскок. Ждем его выпада и снова повторяем то же самое. Теперь уровень владения боец одноручным. Можно также бить просто вперед со срывом анимации. Это также эффективно. Как видите, падальщик ничего не может сделать. Очень медленное создание. Для более новых игроков, кто еще плохо умеет срывать анимацию, предлагаю такой способ. Делаем влево-вправо удар, потом отскакиваем. Ждем атаки падальщика. Снова удар влево-вправо, отскакиваем. Но для такого способа, конечно же, нужно много пустого пространства. Безопасного пространства сзади. Чтобы было куда отступать. Ну а это способ для тех, кто уже идеально изучил тайминги ударов в бойце одноручным оружием. Можно применять серию из четырех атак, которые есть в арсенале одноручного бойца. И просто по таймингу спамить падальщика вперед. Переходим к двуручному оружию новичку. И тут можно применить ту же тактику, как и с одноручным. Удар со срывом анимации вперед. Но из-за того, что двуручное оружие более медленное, и оно более длинное, немножко откидывает падальщика вперед. И поэтому вам иногда придется отскакивать. То есть просто заспамить ударами вперед не получится. Отскакивать все равно придется. Боковые удары в уровне владения новичком не очень эффективны. Но из-за того, что падальщик, как я уже говорил, довольно медленный, то в принципе можно также делать удар влево-вправо. И отскок влево-вправо. Отскок. Как видите, против падальщика почти все стили боя эффективны. И даже медленные удары серии двуручным новичком, как видите, эффективны. Серия тут состоит всего лишь из двух ударов. Как и в одноручном. Она медленная, но из-за того, что мы держим падальщика на расстоянии, это также очень эффективно. В уровне владения боец двуручным оружием мы применяем всю ту же козырную тактику этого уровня. Это держать на расстоянии цель с помощью выверенных боковых ударов. Вот и все. Нападальщик этот также работает. И даже неудобная серия ударов вперед двуручным оружием уровня владения бойцом также применима на падальщика. Как видите, анимации в этом уровне всего лишь три. Но удара часто проходит четыре. Ну, в отличие от одноручного, где все четыре удара имеют каждый свою анимацию. Здесь только три анимации и четыре хитпоинта. Против падальщика, так же, как и против гоблина, применив стрейм вбок, как вы видите. Для того, чтобы уклониться от атаки. Ну и двуручный боец также может спамить ударом вперед со срывом анимации. В этом нет никакой проблемы. Переходим к волку. Блоховоз не является опасным противником, так же, как и падальщик. Научиться драться с ним легко. Делаем два выпада со срывом анимации вперед. И отскакиваем назад. Два удара со срывом анимации вперед, отскок назад. Два удара вперед, отскок назад. Все очень легко. В уровне владения боец точно такая же тактика. Два удара со срывом анимации вперед и отскок назад. Два удара со срывом анимации вперед, отскок назад. Если потренироваться, то это будет выходить как часики. Покажу так же нубскую тактику, как я показывал на падальщике. Это без срыва анимации. Два удара влево-вправо и отскок назад. Удар влево-вправо и отскок назад. Но это долго и надо больше места сзади. Поэтому я вам советую все-таки научиться срывать анимацию. В уровне владения боец также достаточно эффективны удары сериями. По 3-4 удара. Но это опять же, если вы научились хорошо ловить тайминг этих ударов. Ну и соответственно выучили тайминг монстра, с которым сражаетесь. Теперь двуручное оружие против блоховоза. Здесь можно применять ту же тактику, самую лучшую, про которую я говорил. Два удара со срыва анимации вперед и отскок назад. Но с двуручным оружием делать это не так удобно, как с одноручным. Но опять же, из-за медлительности волка, из-за его длинных прыжков, вы успеете отпрыгнуть и перегруппироваться для своего удара. А вот уровень двуручного боец гораздо проще. Тут не надо ничего отпрыгивать. Просто стоите на месте и ловите его прыжок ударами влево, вправо, влево, вправо. Тактика удара со срывом анимации тут также действует. Но вместо двух ударов и отскока, нужно делать один удар и отскок. Один удар и отскок. Просто потому, что двуручное оружие более медленное. И времени на отскок нужно чуть больше. Вот и все. Переходим к следующему монстру. Это полевой хищник. Он уже калибром покрупнее, чем предыдущие монстры. И убивать его немножко дольше. Но есть очень эффективная тактика. Для новичка одноручного это два удара в серии вперед и два отскока назад. Два удара в серии вперед и два отскока назад. Можно делать усовершенствованную серию. То есть два удара вперед, срыв анимации и еще один удар. Два удара вперед, срыв анимации, еще один удар и потом отскок. Ну вот, как я это показываю на видео. Два удара вперед, срыв анимации, еще раз удар вперед и потом отскок назад. Вот уровнем владения боец лучше применять другую тактику. Делаем выпады влево-вправо и отскок назад. Влево-вправо и отскок назад. Влево-вправо и отскок назад. То есть так гораздо безопаснее. Но смотрите, чтобы сзади было больше свободного места и не было монстров. Но если у вас сзади мало места и вы владеете бойцом, то лучше стоять на месте и делать выпад в одну и ту же сторону. Например, вправо-вправо-вправо-вправо. Когда он на вас бежит и все. Ну а это для людей, идеально владеющих таймингом серии атак. То есть 4 удара в серии. И вы идеально владеете таймингами. Тогда применяйте этот способ. С двуручным оружием, особенно владением новичок, все гораздо сложнее. Тут я бы вам дал такой совет. Просто отмахиваться от полевого хищника, как от мухи. Отмахиваясь ударами влево или вправо. Ну то есть в одну сторону. Ну и конечно же иногда отпрыгивая, когда вы видите, что не успеваете ударить, лучше отпрыгнуть. Ну а так, вот так отмахивайтесь, отмахивайтесь. Пользуйтесь тем, что двуручное оружие очень длинное. Пытайтесь держать его на расстоянии. Двуручным оружием против полевого хищника не получить урон очень сложно. Вот этот совет, отмахиваться от него боковыми ударами в одну сторону, вам поможет получить либо меньше урона, либо вообще не получить урон. Бойцом двуручного оружия немного проще держать полевого хищника на расстоянии. Нужно лишь делать выверенные удары влево, вправо, влево, вправо. Благодаря тому, что оружие очень длинное, он просто не сможет к вам подойти. Ну, практически, если вы делаете выверенные удары влево, вправо. То есть, тут постоите на одном месте и машете влево, вправо. Ну, конечно же, не беспорядочно, а выверенно, как я сказал. То есть, внимательно следите за противником и делайте вот эти взмахи. Можно, как и с новичком владения, махать в одну сторону, но я почувствовал по себе, что так все-таки сложнее держать его на расстоянии. Полевый хищник чаще атакует, чаще быкует на вас. То есть, бить в одну сторону можно, вы также можете хорошо его держать на расстоянии, но сложнее ловить тайминг, ловить его атаки, потому что он более борзый в таком режиме. Можете держать его на расстоянии также ударами с срывом анимации вперед, если у вас достаточно длинное оружие. Если короткое, лучше так не делать, лучше все-таки боковыми пользоваться. На этом четвертое видео по боевой системе подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем гайде. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»